Также победили. Но решили, что Никс на данной стадии важнее. Интересное, на самом деле, решение. Как ты относишься к этому персонажу? Что по поводу него вообще можешь в целом сказать? Ну, в целом он очень силен против интелликов, таких как инвокер и ОД своим моноберном. Моноберн 4 секунды, кулдаун слишком силен в лейте. Но даже если таких интелликов нет, то станчики всегда актуальны почти на любой стадии. А мне на самом деле не очень нравится. Мне не нравится то, что он достаточно долго вносит свои артефакты. И если, например, дали ему левел, хорошо отстояло нам более-менее. Но тут вот начинается такой момент, когда надо перебегаться по карте. Громить там, гангать и так далее. И не пошло раз, не пошло два. Ты начинаешь уже проседать. Деньги брать нет. То есть крипов ты убиваешь очень медленно. Тебе приходится выходить с Мидас. Ты уже подставляешь свою команду. Тебе пока ты соберешь этот Мидас, потом будет Даггер. Непонятно, когда это будет. И в итоге игра может даже из-за Никса пойти совсем не очень хорошо. Но если игра идет, если ты стоишь на сложной линии, и у тебя получается выформить быстрый блинг при условии, что вы пойдете пушить, то в таком случае Никс Ассасин себя проявляет во всей красе. Потому что он прыгает, станет одного героя, нажимает на карапасе. Если, не дай бог, его будут бить, то все будут застанены. И Никс начинает выдавать очень много дизайблов противника. Ну, во-первых, у Никса не очень хороший стан. При хорошем контроле своего персонажа, если ты будешь смотреть именно туда, то очень легко против этого, ну, от стана замотить. С учетом, что у Никс Ассасина блинг. Ну, здесь уже, конечно, да, чуть попроще. Но, тем не менее, ты же не всегда один стан за замес даешь. Там несколько станов должно быть. То есть, например, Слардар обычно может дать несколько станов, притом по нескольким персонажам. И минус армор. Ну, примерно у них одинаковая, кстати, в этом плане ситуация. И один и второй герой, они достаточно медленно формят. И, опять же, в случае… Ну, используются как вырываторы, инициаторы. И потом не жалко их убивать. Хорошо. Слардар в бане. Да, Слардар в бане. Я скажу Кентавр. Кентавр в пике у ТНС. Я скажу Батрайдер. Батрайдер? Да. А я скажу нет. Почему? Потому что Висп сейвит. Кентавр сейвит Стампидом. Нет, то есть от Никса он не сейвит, да? Не понимаю. Ну, Висп. Висп? Ну, да. Нет, он и от Никса сейвит. Но если Никс может закопаться и выдавать станчики почаще, и выдавать при этом еще многое на 4 секунды, то Батрайдер один раз с лассо ворвался, разлил огонь, ну и дальше все. Дальше люди нажимают на БКБ, огонь не дамажит, стики на… вязкое масло не настакать, и все. То есть Батрайдер он поэтому и не так сейчас хорош, поскольку игра немножко удлинилась. Ну, да. Кстати, если взять статистику по поводу этого патча и так далее, то игры стали более длинные. В среднее время матча около 45 минут. Да. Да, но, тем не менее, левел набирается гораздо больше. Ну, этому способствовали еще появление этих бонферун и так далее. Ну, это Лондон, более быстрый экспириенс, все эти сейчас медасики, куча, короче, всяких штук на экспириенс. А, ну и книжки, конечно же, как же я забыла. Ну, и по поводу… Ладно, по поводу Никса поговорили. Я твою позицию поняла. Следующий пик – это Warlock. Сегодня уже Warlock показывает себя реально очень круто. В какой-то момент сказало, что он даже спас игру для своей команды, для Faceless, если ты помнишь, когда заходили на ХГ. Но все же TNT смогли дожать этот матч. И Faceless решили повторить. Они уже третий раз себе этого персонажа берут. Первый раз прокатило, второй раз… Ну, даже второй раз, когда они проиграли, дело явно не Warlock было. И Faceless решили показать, что они все-таки умеют играть с Эмберспиртом. Что прошлая игра – это была случайность. Опасность для Faceless. Если ТНС сейчас возьмут какого-то сильного мидера и пойдут пушить с палкой Джиггернаута, то откидываться им нечем. Если Джиггернаут ставит палку, ее очень сложно убить. При этом… Сильного мидера, который будет неплохо пушить, да? Инвокер. Инвокер бани? Да, да, да. Хорошо. Да, Вавр так же в бане. Но он не пушит. Ну да. А кто пушит? Подожди. Даже не пушит, можно просто быть сильным 5 на 5. Снайпер как-то мне улыбался, пока не появился Эмберспирт. Ну, Снайпер, да, кстати, смотрелся достаточно неплохо. Висп, если что, мог сейвить. Ну, в общем, в любом случае, дело в том, что если Тинси забирает преимущество, то вышки они снимают очень быстро. Кентавр впитывает, вышка бьет Кентавра, Кентавр отражает урон своей аурой. Джиггернаут ставит палочку, палочка лечит, и Кентавр ставит фулл хп. И Фейселе сейчас самое главное не повторить ошибку из предыдущей игры. Им нужно просто эвейдить все возможные драки и тупо выходить в лейтгейм. Ну, а может тогда Урса? Урса для Фейселе хороша. Есть Джиггернаута и есть Кентавра. Является щитом для Эмберспирита. А Урса для Тинси? Они забванили. Да. Она, кстати, была хороша для обоих команд. Да, я просто заметила, опять же, против Эмберспирита, как было уже, пришлось бы Эмберспириту, ох, как непросто. Ну и сейчас последний пик для Фейселе. Остается добрать героя для Блэка. В данном случае тоже, опять же, вариантов очень много. Но уже есть Эмберспирит. Кто-то, кто с этим персонажем могут неплохо комбинить. В мобильных героях лучше не брать. Мне вообще какой-то лайфстиллер нравится. Инфест-бомба под Никса. Он танкует, он может кушать джекернаута, пока тут крутится. И им больше нравится Клинкс. Блэк на Клинксе раздавал. Блэк на Клинксе. Подожди, это Драгон Лэнс? Да, Драгон Лэнс. Он Виртуз Про выбивал. Выбивал? Да, он выбил Виртуз Про. Откуда? С Дота Питом. А, с Дота Питом. Блэк на Клинксе. Блэк на Клинксе. А, ну ясно. Ну на самом-то деле там с Драгон Лэнсом. Это с Блэком же была история, да? Конечно. Ох, это был. И вот тут интересный момент. Это Shadow Fiend. Ну что же, уважаемые зрители, третья решающая карта, которая начнется уже через пару минут. Тиньси против Фейслес. Лично я болею за Блэка. А, Дим, за кого ты будешь болеть? За Shadow Fiend, да. Почему ты болеешь за героя? За команду. Потому что герой сильный. В прошлой игре я тоже болел за героя. Герой сделал все возможное для победы, но ему заруинили катку. И это может сделать любой. Но здесь, если объективно рассматривать пик, то пик у Тиньси очень хорош. То есть ты считаешь, что Тиньси пик выиграли, и Фейслес здесь делать ничего не смогут. Ты же так говорил, что Никс неплохо смотрится. Ну да. Но не против Джиггернаута и не против Shadow Fiend в БКБ. Этим Донгерема ничего не сделает. Он будет за саппортом бегать. А Эмбер Спирит? А Эмбер Спириту нужно время. Кстати, обратите внимание, тут Эмбер Спирит был два раза, и два раза было поражение. Ну что же, может это тот матч, где Эмбер Спирит все-таки катку затащит. Мы начинаем. Итак, сразу пройдемся по вардам. Обратите внимание, тут втроем идут в мид. Тут также уже находится Эмбер Спирит. В Эмбер Спирита есть вард. Для того, чтобы себе мид любимому поставить, чтобы не выходили ни гангли. По поводу последнего пика и Бон Флетчера. На самом деле, мне он очень нравится. Во-первых, конечно, интересно, как будет собираться, но я предполагаю, что это будет через дезолятор. И это очень круто в плане того, что тот же Висп будет рассыпаться очень быстро. А по поводу всяких Госты еще, ох, как долго до этого артефакта будет. Ну, посмотрим, вообще дезолятор будет, как думаешь, на блэке. Сначала Dragonlance дезолятор. Я думаю, Dragonlance. Просто Dragonlance, да? А потом посмотрим, да. Ну, сейчас увидим. Ну, главное, чтобы в этот раз Dragonlance был в основном инвентаре. Да. Противостояние Эмбер Спирита против Шадо Финда. Если помочь Эмбер Спириту вначале, то Эмбер Спирит потом будет справляться сам. Набегать на Шадо Финда и стараться его забирать. Если же помогут Шадо Финду и не позволят Огар Магу гонять его с самого начала, то Шадо Финд, как правило, разбирается с Эмбер Спиритом довольно-таки просто. Просто дабла на даблу в миде. Висп и СФ против Эмбер Спирита и Огар Мага. У Виспа и у СФ огромное преимущество. Два стрелка. Огар Маг здесь будет некомфортно себя чувствовать. А с другой стороны, Огар Маг все-таки очень плотный, но... Много урона. Много урона. Они будут получать с руки уже у Эмбер Спирита полстолба. При этом еще немного коцанный Огар Маг. Ну и у СФ тоже. Ну и только СФ. Только СФ пробили, но при этом потратили в Слэйм Гвард. А СФ пока еще ничего не тратил. У него просто нечего. Когда появится Кайлы, он будет гонять двоих. И вот к третьему уровню, наверное, Огар Магу стоит уже уйти. Ну, здесь все по линиям в принципе понятно. Давайте переключимся на бот. Посмотрим, как дела у нас на боте. Никс у нас терпит сложное. В этот раз он пока стоит один. Будет стоять против Джиггернаута. И кто-то у нас Рубик, да? В принципе, Рубик должен неплохо справляться с Никсом. Да, прогнать его 100% он вряд ли сможет. Потому что, как вы все знаете, у Никса один из самых быстрых регенов в доте. Именно своих собственных, не с помощью каких-то айтемов и так далее. Тоже очень, кстати, хорошая фишка. По поводу топа. На топе стоит Кентавр. Кентавр. Разминаются они пока с Варлоком. У Блэка идеальный фарм на Свэмбон Флетчере. Чувствует себя он идеально. Но, опять же, убивать Кентавра они смогут только чуть попозже. Потому что пока он слишком, слишком плотный. Разве что, если подставиться, это понятное дело. Но пока против все более-менее аккуратно стараются играть. Потому что все же третья решающая карта. И очень важная игра для команд. Кентавр Крип скипает. Уводит Крипов. Уводит Крипов. Нападает на него Варлок. Он начинает его пробивать. Но Крипы все равно выводятся. И Кентавру сейчас можно будет оттянуть линию к себе под Тавр. Неожиданно врывается у Гармака в Инвизи. Начинает пробовать Шадо Финда. Но Шадо Финд уже имеет два хайла. И вот так вот с легкостью прогоняет и Эмбер Спирита, и у Гармага. Но все-таки Туэвис, по-моему, помог. Подхилял, кстати. Тоже стоит отметить. Третий левел у СФа есть. По Крипстате 11 на 5. У Эмбер Спирита 10 на 0. Соответственно, уже СФ начинает набирать. Отгоняет Эмбер Спирита. И Эмбер Спирит, возможно, либо придется теперь использовать Шрайн. У него еще нет Ботла. Либо, ну да, так и получается. Приходится прожимать Шрайн на себя одного. То есть там не чтобы загангать и так далее. Ну и уходит в леса. В такой ситуации, наверное, это правильное решение. Так как фармить ты нормально не можешь. Тебя еще и убить на самом-то деле могут. Рубик с Никсеевичем не справится. Никсеевич слишком быстрый. Никсеевич слишком плотный. Но при этом на линии он не показывается. Ну, то есть вначале пытался как-то его гонять. Но Ник спочил уже левел. Единственное, что может подбросить. А, кстати, они на самом деле сами могут синициировать на того же Рубика. И вот как раз приходит сюда Огармак. И, в принципе, могли. Но Рубик вовремя отсюда ушел. А здесь на топе нападение от Кентавра вместе с Виспом по Варлоку. И, скорее всего, это будет First Blood, который делает CNC на Варлоке. Отличное начало. Встреча была неожиданной. Пошел за баунтером Ной. А тут тебе не только Кентавр, но еще и Висп. Ну, Огармак что-то там сделал в центре. Пришел вниз. Но вниз они Джаггернаула-то вообще никак не убьют. И единственное место, где он сейчас может себя проявить так вот очень хорошо и успешно, это легкая линия. Помочь Варлоку справиться с Кентавром. Что он вроде пока бегает по лесу. Но он единственное, что делает, бегает по вражескому лесу. Никс, подожди я. На Джаггера пришел. Палка стоит. Палка второго уровня. Ее нужно вырубать. Рэйвен видит Огармага. Микрит палочкой. Палочка бежит. Огармаг не успевает дать тычечку. И он просто его... Да, он просто с ним как с ребенком. Да, палка оказалась быстрее Огармага. Отличный выйдет Blade Fury Stun Джаггернаут. И делает соло фраг. Просто отличнейшая игра Джаггернаута. Ну и ошибка от Огармага. Это то, о чем я и говорил, что как бы Огармаг не старался сейчас напасть на Джаггернаута, как бы он не старался реализовывать свой армор, Джаггернаут имеет Blade Fury. И Blade Fury в начале игры носит слишком много урона. Огармагу сюда лучше не заходить, пока Никс не получит шестой. Будет шестой, приходи. Шестого нет, уходи. Ну, он только сейчас хуже ему сделал, на самом-то деле. Вроде Никс стоял, стоял, не умирал. А тут он пришел и помог Джаггернауту стать чуть более сильным, скажем так. Ну, пока на первом месте по крипстату, кстати, находится Блэк. 42 на 14 фармит очень хорошо, никто ему не мешает. Ну, это понятное дело почему. Потому что кентавр просто ушел с линии. Там уже Блэк настреливает достаточно неприятно. SF вместе с Виспом использует Шрайн. Далее у нас Баунтирун, да, конечно же у нас у Виспа Боттл. Забирают Баунти. Все, Огар выехал наверх. Нашел свое место. Можно вернуться к Эмберспириту, когда он возьмет седьмой. Там Эмберспирит влетит, Чайный, Станчик и Сэф погибает. А пока сверху забираем вышку. Вышка падает. Ну, вот на самом деле... Не быстро, но потихонечку. Еще достаточно долго она будет падать. Интересно, будут ли ее дефить Тинси. С одной стороны, у них есть Висп, которым нужен левел Джаггернауту, без маны. Кто-то может кентавр, разве что прийти кентавр и Рубик. Кентавр уже тут. Огар Макс собирается обходить. Там они попросили Огар Макс с кем-то встречаются, да? А, с Виспом, конечно, посмотрели на друг друга, но решили особо отношения не продолжать. Остается Висп с кентавром. У СФ все хорошо, у Джаггернаута тоже здорово. СФ выиграл Эмберспирита, Джаггернаут прекрасно формить на легкой. И самое время помогать кентавру отбивать вверх. Выходит Варлок. Так, Клинкс, видимо, пошел искать Крипа. А нет, пошел искать Виспа. И Джаггер что-то делает сверху, нападает на Варлока. Варлок один, Варлок еще неудачно забежал кентавра, получил станчик и третий фраг для ТНС. Тут вообще даже Джаггернаут мог не приходить, они с кентавр с Виспом должны были с Варлоком справиться. Ну да ладно, в любом случае, лишними не будет. Пришел, точно сделай фраг. 3-0 пока в пользу ТНС, напоминает начало предыдущей карты. Также ТНС ввели, при том, очень плотно. И сейчас ФСС должны собраться, потому что, если они помнят, то предыдущая карта закончилась за 34 минуты. Ну, в плане, посмотри, они инициируют, они задают темп игры. Я смотрю, как набегает на Варлока, Варлок один, Варлок снова встрял, старается убежать, проедая... У него нет просто запога, понимаешь? У него нет запога, но довольно-таки много времени выигрывает. Было бы здорово помочь ему, тут бегает Джаггернаут, тут бегает кентавр, ноль помощи. Ноль помощи и четвертый фраг для ТНС. Это было достаточно забавное, бегал очень долго. Да, правда, бегал, казалось бы, а кто туда придет помогать? На самом деле, должен был прийти Никс, но у него с маной проблемы. Огар Мак вместе с Никсом пытаются пушить. Опять же, два таких персонажа напоминают мне пуш этого Тимбера, да? Да. Что-то в этом духе. Похожее, похоже. Топорик еще нужен и талончик. Да. Но тут его встречают, подходит Шадо Финт, Угар Мак танкует вышку, но Угар Мак немножечко поверил в свои силы, при этом еще нападает. И на Никс Асасина его также забирает. Это два фрага для ТНС. Сверху Джаггернаут с кентавром забирает еще одну вышку. Нет, забирает вышку сверху. И вопрос, чем занимаются остальные члены команды Фейселис? Мне очень интересно, что делал в это время Блэк. Потому что у него уже девятая минута. У него... Ага, он в миде с Эмберспиртом также пытается забрать Тавар. Не знаю, у них это вряд ли получится, потому что сюда уже летит СФ, при том вместе с Виспом. От пуш для СФ это два Кайла. В это время Джаггернаут расправляется с пачкой крипов. У Джаггернауту все более-менее неплохо. У него... Что такое? У него вообще-то даже не то, что более-менее плохо. Он находится на первой позиции по Нетворсу. Только следом Джаггернауту идет у нас СФ. Мила, напомни, ты за Блэка? Ну да. А я за СФ. Опять? Так я же тебе вначале сказал. Вот мы и порешали. Слушай, я что, все время буду проигрывать? СФ играет игру, но у Виспа проблемы. Отлично. Блэк, вот он почувствовал. Он почувствовал, что... Только сказал, что Мила за Блэка. Он такой, раз Мила-то за Блэка, пойду в соло, открою счет, сделаю фраг, накажу. Красиво. Виспа. Убийца. Лучше бы, конечно, он наказал Джаггернауту, но начинать надо, как говорится, с малого. Тут неплохой в этом плане выбор. Ну, теперь началась Эра Никс Астасина. Думаешь? Да, пока Сентри нет, можно убивать. Кого? Виспа. Рубика. Виспа, пожалуйста, Блэку оставьте. Он у нас с остальными... Рубика, Рубика, Рубика. Но Рубик не выйдет. Конечно, не выйдет. Потому что Рубик что? Рубик молодец. Ну и так, СФ вместе с Виспом подфармливают эншентов в это время. Блэк тут также бегает. Ставится отличный Сентри. Они должны были понимать, еще один вард поставили. Видели? И теперь примерно должны понимать, где вижен. Возможно, даже разбить этот вижен. А почему? Лишними там 100 голды получить. Почему бы и нет? Притом от Сентри также надо избавляться. Потому что только мы сказали про то, что Эра Никса наступила, как эта Эра уже может закончиться в этом плане. Тем более много инвизов. Ну, как много. Есть Бонник и Никс. Этого уже, на самом деле, для начала достаточно вполне. Блэк пошел. Ну, здесь слишком много вардов. Никого он не сможет найти. Снизу Джиггернаут. Джиггернаут потратил Блэд Юри. А, нет, не смог. Станчик. Станчик. Эх. Стампид от Кентавра спасает, возможно, даже жизнь Джиггернауту. Блэк начинает избивать Тавр. Однако используется Глиф. Огрмак идет вперед. Поднимает его здесь Рубик. Но Ог дает Станчик. Рубику уже никуда не уйти. Дает просветку. Кстати, пошли големы от Варлока. Прилетает сюда СФ вместе с Виспом. Отличный Стан. И Виспа просто забирают за считанные секунды. Но еще и големы. Орлока раскастовывается. Огрмак отправляется в Таверну. Размен пока 2-2. Саппортов Рубика и Виспа разменяли на Никса вместе с Огрмаком. Однако, наконец, приходит сюда Эмбер Спирит. Раскастовывается. Но СФ да выживает. Просто на каких же лох и па? А вот Эмбер Спирита проблема. Он отправляется в Таверну. И в итоге размен 2-3. Нет. Все-таки СФ у нас добивают. Блэк под хил от Варлока. Приходит Огрмак под Баффлей. Теперь может получится что-то сделать с Джиггернаутом. А Джиггернаута маны нет. Но на Блэйд Фюрих хватает. Так что, а тут, в принципе, больше ничего не надо. Потому что Вард был в кулдауне. У меня слэшот уже был дан. Ну и в этой камере посмотрим, что у нас было. Трифты. И при том, на самом деле, примерно одинаковая ситуация. Хотя здесь потеряли Никса. А тут 2-х саппортов. Китавр остался жив-здоров. Да, и при этом очень удачно начали фейтелес. Они сначала забежали за вышку. Начали прессовать Рубика. Джиггернаут в итоге оказался не в позиции. И когда прилетел Висп с Шадоу Финдо, в этот момент уже успел прилететь Голем. И Голем нанес довольно-таки много урона. Плюс для Тинси то, что они подрались против Голема и при этом еще не умерли. Это огромный плюс для них. И прямо сейчас продолжаем фармить. У Кентавра скоро появится Блинк. Точнее, он уже имеется. Да, у Кентавра уже имеется Блинк. У Джиггернаута в планах монта. Как только Джиггернаут будет бомбить, снимать с себя чины. Дальше разваливать противника. Ну, а СФ в этой игре, по-моему, все, что надо купить, это БКБ. Так как слишком много станов, и ему сложно скастовать свой ультимейт за Месси. Иникс хочет Мидас. Вот себе и Никс. То есть 14-ая минута у него... О Даггере мы просто вообще не будем даже говорить. Он хочет себе Мидас. А на 14-ой минуте у его оппонента, а также инициатора Кентавра, Даггер имеется. Здесь пока будет Минас. До Даггера там еще, опять же, минут 5 минимум фарма. При том, что сейчас Фейслес проигрывают. И вот тебе и такая ситуация. А в это время, кстати, Никс себя реализовывает. Ну и спасибо ему на самом деле за это, потому что Вендетта, Станчик попадает и вместе с Блэком делают очередной фраг. При том, фраг на Джиггернауте, что тоже немаловажно, так как за Джиггернаута сейчас, как конкретно, дается максимальное количество золота и экспы. И убивать надо конкретно его. Как говорится, Блэк начал-то с малого, а вот уже к Джиггернауту подошел. Да. Медленно, но уверенно. Через стерник звездам. На Бонике что творит? Ну, знаете, НС, то, как они аккуратно играли в прошлой игре против одного Сларка с Шадоу Блэйдом, я рискну предположить, что они будут бегать только вчетвером, только по центре, и подставляться будет крайне редко. Сейчас так и происходит. Уходит наверх Шадоу Финн с Виспом. Джиггер продолжает фармить НС, но этот раз он отходит заранее. Блэк ищет саппортов. Саппорты, кстати, такие сладкие. Что Висп, что Рубик. Армора у них нет. Для него это прям пока как сладкая булочка. И увидел сверху Виспа. Вот он, Висп сладенький. Висп уходит, спалился. Тут не Висп спалился. А, да, Ник спалился. Я поняла тебя. Ему в этот момент было лучше просто убежать мимо и сделать вид, что он не видел Виспа. И дождаться Боника. Боник прибегает, сразу набегаем и забираем Виспа. Там же в центре стоял и крипы на него смотрелись. Да, да. Но в любом случае это уже не важно, потому что ничего не получилось. Висп сделал тизер только тогда, когда Никс вернулся обратно и уже стало понятно, что Никс его нашел. И Никсевич, Никсевич. Никсевичу сложно. В центре сверху стоит в количестве трех штук. Там одна, вторая, третья. Никак вообще не пройти. А вот снизу в центре нет, и вниз было бы здорово зайти. Снизу как раз сладкий Рубик. Сладящий. У него два армора. 700 хп. Еще одна сентре. Да, и вард ломают. Вдеваем вард. Ну, больше вроде ничего не интересного. Смоки, да. Собираются в пятером у нас ТНС. Хотят драться, но не рановато ли в пятером-то идти? 16-митл ССФ. Ну, в плане здесь, знаешь, это не ганг. Вот, я так же об этом... Они сделали очень здорово. Только не поймут ли это... Если это поймут фейслесс, на этом может их жизнь закончиться. У тебя с кентавр имеется для того, чтобы зайти? Ну как? Если туда зайдет варлок, ты представляешь, что там будет с колем? Варлок всех убьет. Блэк подходит, Блэк подходит, показывает всю эту ситуацию, прыгает кентавр, станчик очень неплохой, стампиды. Вот тебе и варлок. Просто не дает, потому что кентавр и был даггер, потому что кентавр синициировал, потому что кентавр подстанил двоих. Вот тебе и минус 2, минус варлок, который не успел дать ничего, и минус Блэк. Но на самом деле тут хотя бы саппортов забрали, забрали Веспа и Рубика, однако это не так приятно, как забрать пока единственного такого реально важного кэри в команде. Ну ладно, Эмберспирит, прости, я тебя не уважаю. И опять инициация от кентавра. И минусникс в этот раз получится ли забрать самого кентавра. Но, кстати, кентавра наказали. Подходит сюда Эмберспирит, цепляет СФ, СФ отправляется в Таверну. Сейчас еще могут быть проблемы у нас у Джаггернаута. У Джаггернаута кулдаун, дует в Фюри. Буквально еще одну секунду притягивается Висп. Теперь могут быть проблемы у Эмберспирита. Эмберспирит проседает, Эмберспирит отправляется в Таверну, также отправляют до Огромага. И сразу выехали за Рошаном. Потому что там уже он подбитый, ставится хилингвард от Джаггернаута. Ошана начинает избивать, подхиливает Висп. Идеальный замес для них. Все было бы хорошо для Фейселес, если бы хоть кто-то пошел вперед и дал кентавру стан замедления или сделал бы хоть что-то, чтобы он не смог прыгнуть в Варлока. Но Никс-то не мог пойти у него. Огромаг может пойти вперед, как Синдрен на европейских квалификациях, впитать в себе весь урон, дать станчик кентавру и показать, где находится враг. То есть как бы он погибнет, от этого никуда не уйти, но при этом Варлок будет иметь возможность дать големам по всем и повесить фаталбанды. С другой стороны, мне кажется, в доте есть одна истина, которая не подвергается сомнению. Это инициация чаще выигрывает. Тот, кто инициирует, тот скорее всего делает минус один в численном преимуществе, начинает драться. Здесь же инициировал кентавр. У него был бринг даггера. У Никса даггера не было. И не было такого прям инициатора, который мог себе этого позволить. это как инициация в драке, не знаю, в любой. Чаще выигрывает тот, кто убьет первый и проигрывает тот, кого убьют. Ну, в данном случае так и получилось, да. Там, здесь подобное. И кто инициирует? Кто сейчас инициирует? Что сделает Black? Кто должен инициировать, должен инициировать Никс. У него Мидас. Мидас. Он не может инициировать? Ну, с Мидасом? Да. Нет. Ну вот. Я поэтому вначале и говорила, что Никс это такой себе персонаж, потому что ему очень долго собирать айтемы. У него пока имеется только один Мидас, а уже, извините меня, 20-ая минута. Но Никс в игре, подожди, Никс в игре, что теперь делать? У него Мидас. Теперь делать? Не собирать, наверное, Мидас все-таки понимать, для чего это выбрали. И Мидас уже собран. Ну, тогда не знаю, не брать Никсань. Иди под Карапас хотя бы, чтобы, наверное, не знаю. Ну, или хотя бы так. Раз уж не можешь быть полезным через Даггер, то иди полезно умри хотя бы. Ну, дальше как бы начинается тот самый полупуш, про который мы еще говорили на драфте. Джекернаут с палочкой, Шадо Финт носит очень много урона по товарам. И Кентавр со Стампидом врывается на центр, бьют Эмберспирит, Эмберспирит погиб. Зачем-то кидает Голема, хотя здесь Бонфлетчер находится далеко, а Эмберспирит уже мертвый. Прыгает Никс Ассасин и промахивает с Эмпелом. И прямо сейчас Фейселис уходит, потому что они промазали вообще, по-моему, всем, что у них было. Ну, ясно, Даггер появился, а Станчиком не впадаем. Понятно, понятно. Нет, я не хречу, я просто говорю. Он оптимист, по-другому Диме не скажешь. Это оптимизм. А на этом у нас Эмберспирит таверны. Ребята потихоньку заходят на ХГ, на самом деле не потихоньку, но есть глиф у Фейселис, который, наверное, стоит прожимать. В этот раз дается неплохой Стан. Еще в Варлок сейчас будет более полезен, потому что там замедление жуткое. Ну, Тавр снесли. Тавр снесли. Слушайте, как болеть за Блэка? Ах, так, начинается у нас замес. Сразу минус Висп, минус Рубик. Как тут так болеть? Не, ну, нормально. Ну, вообще вопросов не имею. И еще я Иггис выбери, и теперь будут проблемы у Джиггернаута. ДП нету, ДП нету, бежит Джиггернаут. Монта есть. Монта, если что, он может выйти из Чайнов, но неожиданно Никс Ассасин попадает по нему Станом. Вот тут опять в точку. Неожиданно попадает. Станом признать, отметил, как я люблю. Дима. Ну, 15-12 счет, да, получилось отбиться, однако опять потеряли Тавр. Вот так близко это к предыдущей игре, вот серьезно. Я прям вижу, как Варлок в чем-то один раз хорошо дал Голема, второй раз не очень, тут забрали Тавр, и начинается та самая Канетели. Но по поводу Никса, на самом деле, ладно, уже я, конечно, недовольна этим героем. В некоторых моментах он очень хорош. Когда ты уже отмечал против Деваура, против Инвокера, но я не вижу здесь Деваура и Инвокера. Ну, против кого он хорош? Сейчас он купит Блинк, и вот с Блинком можно прорваться. Ну да, вот сейчас у него есть, хорошо, сейчас у него есть Блинк, вот сейчас он может прорваться первый. Он использовал его для проявления своего оптимизма, когда пытался застанить Стампид. Да. Ну, вот подождет в нужный момент и застанет. Так, ну теперь Блэк божит. Блэк на Бонпетчере умудрился убить трех героев, и вот та самая инициация, где погибла триггерой Тиньси, она была в основном благодаря Блэку, который ворвался в Виспа, тут же его вырезала, который потом быстро разобрался с Рубиком, ну и после этого еще и убил Кентавра снизу. Блэк крут. Ну, вообще, он на Боннике мы знаем, умеет. Главное, чтобы про Траголайенс не забыл. Но там бывает, это был такой момент, когда, одну секундочку, сбривают здесь Виспа, за считание на секунды, я так предполагаю, тут был вар просто у Фейслес, соответственно, забрали его. Висп на нем поспалился, вот и за это поплатился. Прям в рифму говорю, слушайте, уже пришел тот момент, когда Билла и Дмитрий, поспавшие, как написал Дмитрий в Твиттере, два часа на двоих, прям такая песня есть. Нападение, нашли Никса Сасина и начинает Блэк работать, работает по Рубику, теперь убегает, неужели он убежит, обалдеть. На самом деле в этот раз вроде и стан был от Никса очень даже неплохой. Ну, Никс уже начинает работать, Никс прыгает на Кентавра, станет его еще и импэйлом, также подходит Блэк, начинает работать по Сэму, Сэму увозят и это... Это хотя бы минус Висп. Очень хорошее исполнение от Фейслес. Никс начинает божить, Никс начинает делать очень много фрагов, вместе с Бомфлочером они держат страхи всю карту, нападает на Виспа, Висп улетает, забегает сюда Никс, в очередной раз после Блэка, естественно. Он просто почувствовал сейчас... Нет, ну серьезно, в данном случае молодец, он очень неплохо подставил, еще вот на Карапас испамал Виспа и это камбэк, ну на самом-то деле камбэк, потому что, посмотри, уже по фрагам Фейслес у нас впереди. Давай посмотрим, что по Нетворсам. Вот тут тоже очень интересный момент в графике, если можно нам покажите, большое спасибо. График сравнилась? Графики по и по экспириенсу, ну по экспириенсу вообще-то ребята из Фейслес-то уже впереди, и эта игра мне начинает нравиться. Значит, Блэк все-таки может, ну, братюня, я в тебя верю. А, твой СФ вот сейчас прыгает, вот посмотрим, тогда кто у нас тут. Не, СФ, кстати, молодец, СФ до сих пор находится на первой позиции по Нетворсу, чувствует он себя неплохо, у него есть БКБ, у него есть Драгон Лэнс, следующим артефактом планирует себя собирать Баттерфляй, опять же, выбор айтемов мне его очень нравится, ну не знаю, возможно даже, ну ладно, там обычно чаще всего получается либо Даггер, либо Лотар. В какой-то момент мне казалось, что Даггер тоже смотрелся бы неплохо, но тут уже как удобнее, скажем так, играть. ТНС, пора бы им завязывать с тем, что они бегают по одному, суппорты не могут бороться против и Никс Ассасина, и того же Бонфлетчера, потому что у них элементарно очень мало денег на центре, они, конечно, наставили в своем лесу четыре центры, но эти четыре центры покрывают, по-моему, только один вообще, нет, два кемпа лесных крипов, а двумя кемпами с этого не будешь, и нужно как-то возобновлять вот тот самый пуш, где они имели успех. До этого, напомню, они чуть не забрали Бараки сверху. Ну и сейчас забирают Тавар, кстати, Тавар у нас... Тавар забрали, да? Тавар забрали, теперь работаем по святыням, очень далеко находится Бонфлетчер, поэтому нам никто не помешает, находится Никс, Никс идет, Никс видит Кентавра и Никс в позиции, крадется и нападает. А в это время обрати внимание, что делает Блэк вот это, на самом деле, важный момент, потому что Блэк просто в соло ломает Тавар и сейчас проблемы у Баракова. Пока, ребята, тут развлекаются, в БКБ, СФ разводят и так далее. Ну да, сейчас убьют Никса, но на самом деле Никс первый раз в жизни делает реально полезную вещь. Неужели он еще уходит до Никса? Я беру все свои слова обратно. Что за батя на Никсе? Красавчик. Нет, серьезно, сейчас опять отыгрывает он неплохо, но лучше отыграл Блэк в любом случае. Блэк сейчас сломал сторону, и это очень важно. А сейчас, кстати, еще можно забрать СФ, и СФ отправляется в таверну, напоследок выпуская предсмертный крик своих душ. Ну и что тут можно сказать? Ребята, Фейслес, уже спасибо вам за это. Нет, на самом деле отыграли они очень здорово. Развели на длительный замес. В это время Блэк занимался тем, что забирал Тавары и стороны, и в итоге получилось и СФа забрать, и Виспа убить, и сторону забрать. Ну, в этот момент просто не хватило одной из центров ТНС. Вот там, где они были, там, где они сейчас находятся, у них стояло две СН-3, но Никс умудрился пройти там, где этой СН-3 нет. Он в результате сценициировал, из-за этого Висп начал сценить Кентавра, Кентавра он увез, а Шадоу Финт, Джиггернаут и Рубик, они втроем не смогли убить одного Никса Ассина. Он просто от них взял и убежал на ноге. Получилось здорово. Да, ты посмотри, какой камбэк. Ну, это на самом деле очень круто. Это уже переворот. Да, мы уже смотрели графики. Они уже фактически выигрывают эту игру. ТНС остановились, ТНС, единственное, что могут сделать в ближайшее время, это только пойти и забрать Рошана, но Фейселес, они наверняка понимают, что этого Рошана отдавать нельзя. На этом Рошане драться очень удобно. Туда приятно заходят и Эмберспирит, и Варлокс со своим големом, поталбандами и теми же Фистами. И, следовательно, ТНС нужно попробовать обойти в спину, чтобы найти того самого Варлока. Но, с другой стороны, и Ультимит Сэфа в таком пространстве очень неплохо. Да и Омни Слэшел некуда уйти, нет ни крипов и так далее. Так что, в принципе, а если, например, Писпл засейвит как-то вовремя, да и Кентавра Стампиды, то есть они могут себе позволить отойти. Мне вообще очень нравится Кентавр, когда берут его против Варлока. То есть Варлок кидает голем, он прожимает Стампиды и старается убежать просто в это время. Да. Поэтому, такой своеобразный контрпит. Мне очень нравится Кентавр еще против Бонника. Увидел Бонника, нажал Стампид и ворвался. Да. Вообще, Кентавр в последнее время очень популярен. Вот да, заменил он, занял просто место Бэтрайдера. В какой-то момент Бэтрайдер был очень популярен, а теперь вот заменили его на Кентавра. Ну, заходит у нас Тинтина Рошана. Я немножко удивлена, что Писпл боятся. У Эмбер Спирита имеется Хейст. подходит сюда Кентавр, получает Станчик, голем от Варлока. Посмотри, что делает Блэк с СФМ. Просто отсюда приходится ретироваться. Под изолятором очень много урона, минус Кентавр минус Рубик. Выбиваю также Аегис с СФчику, а у СФа нет БКБ. Опять же, Стан от Никса идеальный и минус 3 мега килл. У Блэка дабл килл. В живых остается только Вис вместе с Джаггернаутом. Ну и на этом у нас ух, это камбэк. Ничего тут не сказать. Опять же, даже, даже с Аегисом, даже с Рошаном казалось бы, все мы сейчас у ребят из Тинси может получиться. Но ребята сыгрались и показывают эту игру мы выиграем, сказал Блэк. И пока слово держит. Ну я бы еще добавил, что эту игру мы выиграем, сказал Варлок, который в этот раз стал на возвышенность. Его было не видно, очень тяжело было к нему подойти. Он отправил вперед Никса, Эмбер Спирит, Тоггер Мага, и они показали, где же находятся враги. И в этот момент он дал сногсшибательный рассказ в виде голема и потолбанцов. Ну и в итоге Блэк все-таки побеждает. То есть я выиграла наш спор. На самом деле здесь еще замест у нас начинается. SF до сих пор в таверне, байбэк у него имеется, но ради 10 секунд байбэк делать опасно. Да и не нужно вовсе, у него там еще и душ нет, 41 секунда, нет Рубика, понимает на ветра. Джиггернаут уже без Омни Слэша, однако Бонников все-таки получается забрать, пошел Станчик, скорее всего это получится забрать и Варлока, да, минус Варлок, Стан от Кентавра по-троим, но все-таки он погибает. Даблкил от Джиггернаута, погибает здесь, правда, еще и Джиггернаут, в БКП перешел SF, мегакилл от Эмберспирта, Эмберспирт возвращается. Карапаси, после этого накрывает Никсассасина с Шадоффинда Станом, Шадоффин погибает, выкупается Джиггернаут, но слишком поздно SF уже отправился в таверну и Фейселест за счет великолепного тимплея переворачивает ход этой игры. Можно ли перевернуть ход игры? Нет. Почему не? Допустим, в начале ход игры в пользу одной команды игра шла. Разве не я так сказать? Ладно, это мы чуть обсудим. Прошу прощения. Тем временем, игра еще не закончена. Да, Тенниси очень тяжело. Да, конечно, у них есть небольшие проблемы с тем, что их прямо сейчас разрывают 5 на 5, но может быть, они все-таки смогут как-то перебороть самих себя и будут стараться нападать как-то неожиданно и внезапно первыми. Но в начале они так и делали. Они и вели начало благодаря тому, что у Кентавра появился Блингдайгер, они начали инициировать, станчики были хорошие, они в принципе чувствовали себя удобно, все делали четко, но потом что-то пошло не так, что-то может, возможно, у Никса появился, Блингдайгер, и он начал станеть, возможно, хорошие вещи уже появились. У Никса слишком много появилось, он сейчас убьет. ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Ну серьезно, тут Рубик играет, какой убьет он. Да-да-да, чуть-чуть не хватило. Нужно дофармить агоним на кентавре, вот единственное, наверное, что способно вообще спасти ТНС в замесе, когда их начинают бить, это только Стампида, агонимный ультимейт, который позволит и Джиггернауту, и Шеду Финду дать шанс нанести много урона и пережить бурст Бонфлетчера. Это Млотус Орб приобретает еще себе Никс. Шива на Эмбире. Это самый любимый артефакт Мидвана после Молний. Он вообще собирает его в каждой игре. Шива, да? Да. Начинает пить вышку. Вот он, Агоним на Кентавре. Теперь есть шанс. Теперь есть шанс ворваться. Байбеков нет. Байбеков есть только у Эмбир Спирита и у Бонфлетчера. То есть теперь если кто-то погибает, то дело с концом. Последняя сторона Тин Си. Джаггер вырывается. Никс выживает. Блэк бьет. Блэк хорошо бьет, но Агоним на Кентавре делает свое дело. Ребятам нужно убегать. Остается один Шадо Квинт. Агонимный ультимейт Кентавра заканчивается. И в этот момент Джаггернаут убегает. Бонфлетчер расстреливает довольно-таки больно. Как же хорошо играет. Джаб срывается и делает трипл килл. Продолжает разводить Кентавра. Продолжает вязать их на чины. И в это время Блэк забирает бараки. Да, Кентавр улетает. Стоит отдать должное. Фейселес, если брать по исполнению, если они хорошо исполняют, они умеют хорошо исполнять, то они очень хорошо играют и являются главными претендентами на выход с этих квалификаций. Они, конечно, бывают чудят. Они иногда нажимают на свои кнопки, но к решающим играм они, как правило, начинают собираться и выступают намного лучше. И знаешь еще, что стоит отметить? В прошлый раз, дело в том, что у TNC, у них был более пушащий пик. То есть они могли зайти на ХГ и тем самым нажали, не дали Сларку и Эмбр Спириту нафармить свои вещи. Ну и все-таки закончили. Здесь же у них пик немножко на другое был настроен. Ну и в итоге победа для Фейселес. Так, ну что же, Фейселес у нас встретится в нижней сетке и будут играть… Нет, Фейселес у нас встретится в верхней сетке и будут играть против… Как же их звали-то? Те, кто победили… Против Минески. Они будут играть против Минески, а команда Гуч или Клатч, по-моему, Клатч, я уже прошу прощения, я уже забыл, будут соревноваться против… Будут соревноваться против этих замечательных ребят из коллектива TNC в сетке лозеров. Сразу скажу, что пока на этом турнире основная битва за топ-1 будет идти, естественно, между Блэком и нашими ребятами из Минески, но в любом случае вот эти команды, которые находятся снизу, они тоже в любой момент могут кого угодно удивить. Расслабляться нельзя. Ну что же, давайте посмотрим хайлайты. Давайте. Давайте.